Привет, друзья! Сегодня мы готовим ягодный десерт, а точнее сорбет из свежемороженных ягод. Это вкусно, просто, а главное полезно. Ну что, поехали! Для этого нам понадобится сгущенное молоко, свежемороженая ягода, у меня сегодня в морозилке оказалась свежемороженная вишня и свежемороженная черная смородина. Давайте приступим. Также нам понадобится блендер. Первым делом мы погружаем все ягодки в наш блендер. Не надо их размораживать прямо в таком состоянии, как они есть, как вы достали их с морозильника. Сразу же мы их погружаем в блендер и заливаем сгущенным молоком. М-м-м, уже аппетитно! Сгущенного молока у меня здесь около 250 мл. Примерно так. Далее мы берем блендер, защелкиваем его. Так, что-то пошло не так. Защелкнули. И хорошенько пробиваем все это. Так, достаточно. Посмотрите, что у нас получилось. Цвет идеальный. Консистенция тоже. Так, берем ложечку. Хорошенько вычищаем это все. Давайте попробуем на вкус. М-м-м. Это обалденно. Это просто супер. Я вам скажу. Класс. Так, далее. Мы берем какую-нибудь посуду. Однородную, ну, любую посуду, любой бокс, который у вас есть. Здесь выкладываем наш сорбет. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы нам удобно было заморозить его. Конечно, его можно кушать уже сейчас, потому что он просто бомбический. В жаркую погоду этот сорбет просто на ура зайдет. Так что приготовьте его дома. По-любому у вас есть свежемороженные ягоды. Сорбет из свежемороженных ягод готов. Сейчас мы его ставим в морозилку примерно на полтора-два часа, чтобы заморозилось. Будет еще вкуснее. Вот и прошло два часа. Наш сорбет заморозился. Посмотрите, какой. Так, давайте будем его пробовать. Это супер. Вот этот рецепт обязательно попробуйте. Вы не пожалеете. Это вкусно. Очень. Всем советую и рекомендую. Если данный рецепт вам понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал Игра Вкусов. Делитесь этим рецептом в соцсетях. И пишите ваши комментарии. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании под видео. Приятного вам аппетита. Это очень вкусно. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok